Как уберечься от финансовых пирамид? Эту тему обсуждали на круглом столе с участием юристов, правоохранительных и контролирующих органов. Обсуждали, как предотвратить массовый характер вступления людей в пирамиды, а также говорили о признаках организации, которые должны настораживать жителей региона. Волгоград негласно называют столицей финансовых пирамид. Такие громкие названия, как хоперинвест и русский дом селинга, которые до сих пор всплывают в памяти многих россиян, появились как раз у нас в начале 90-х. На этом век пирамид не закончился, а расцвет пришелся на 2008 год, когда обанкротились кредитные кооперативы, Росгражданкредит и равенство гарантия стабильность. В них пострадали несколько тысяч человек, а вложенные людьми деньги исчислялись миллионами рублей. Несмотря на громкие уголовные дела и их освещение в СМИ, потери своих кровных, россияне по-прежнему ловятся на удочку аферистов. А финансовые пирамиды возникают вновь и вновь. Из последних случаев ликвидация социальной группы взаимопомощи «Витязи», имевшей филиалы по всей стране. От действия этой пирамиды пострадали десятки тысяч человек, а доход ее организаторов составил сотни миллионов рублей. Мошеннические схемы, ну они по большому счету ориентированы, скажем, на людей небогатых и даже на людей, которые хронически небогаты, застряли в этом положении бедности. Поэтому для них любая возможность, декларируемая возможность вырваться из этого состояния, она всегда кажется привлекательной. Какие-то барьеры ставить на этом пути, ограничивая вход организации на финансовые рынки, наверное, достаточно трудно. Пенсионерку Татьяну Кочергину вложить деньги в пирамиду толкнула безысходность. Здоровье пошатнулось, с работы уволили, на руках несколько кредитов. Для того, чтобы рассчитаться с долгами, Татьяна Григорьевна пришла по объявлению в газете в один из финансовых офисов. Вложила 100 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев пирамида лопнула, а женщина осталась без денег и опять же с нерешенными проблемами. Неоднократно созвонилась тот, кто меня принял, специалист. Она говорила, что я написала заявление от вашей руки, как бы вам должны позвонить, а то вот стерили тамака, и что вам возврат денег возможно будет. Потом вообще она исчезла. Потом ничего. Потом она сказала, что они мошенники, и все, они съехали. Везде съехали. В Узском съехали, в Волгограде. Кстати, методы самих мошенников, по словам специалистов, становятся все более изощренными и циничными. Если раньше пирамиды обитали в офисах, то теперь все больше в пространстве глобальной сети. Да и открытым текстом многие из организаторов заявляют людям, что деньги, вложенные в их финансовые структуры, могут назад и не вернуться. Уведомление о том, что граждане, давайте свои деньги, но если мы вам ваши деньги не вернем, то в общем-то как-то, ну, разрешим это гражданской правой ситуации, гражданской правом споре. Вот, то есть, в общем-то, они предупреждали, ребята, мы вам деньги можем не вернуть. Да, это просто на самом деле цинично. Таким образом, они как бы пытались оградить себя от уголовной ответственности и говорили, ребята, мы заранее всех предупреждали, что на самом деле мы вам деньги можем не вернуть. И при этом граждане деньги несли, деньги перечисляли. Распознать пирамиду просто, говорят эксперты. Это прежде всего обещание выплачивать за облачные дивиденды. Если обычный банк предлагает 6-7% в месяц, то здесь по 4 в день. Причем зачастую такая контора совершенно не ведет никакой деятельности и никуда не вкладывает полученные средства. А доход получают за счет вновь привлеченных клиентов. При этом пресечь деятельность мошенников сложно. Правоохранительные органы не могут реагировать на такие факты, пока заявлений от пострадавших нет. Организации, которые очень похожи на финансовые пирамиды, мы о их деятельности знали заранее, до того, как они лопнули. Для кого это не секрет было. Тем не менее, что-либо сделать без заявления потерпевших было невозможно. То есть мы обращаемся в одну структуру, в другую, прекрасно вместе с тем понимаем, что полномочий, чтобы это взять и остановить, нет. Большую роль в процветании мошеннических схем, говорили в ходе круглого стола, играет финансовая безграмотность людей и навязчивая реклама. По мнению специалистов, для борьбы с пирамидами надо объединиться всем заинтересованным ведомством и вести постоянную разъяснительную работу с населением, особенно с доверчивыми пенсионерами. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.